Рыночные отношения. Какие проблемы волнуют продавцов комплекса Родина? Криминальная хроника. Зачем Армавирец решила клеветать свою сожительницу? Новая жизнь. Кто встречал из родильного дома гражданку Украины и ее сына? Здравствуйте в студии Марина Белова. Вашему вниманию основные события из жизни города в материалах наших корреспондентов. Во время очередного объезда города Андрей Харченко вместе с представителями ответственных служб посетил торговый комплекс Родина. Главный вопрос – дальнейшая судьба этого объекта торговли. Подробности в первом сюжете выпуска. Градоначальник обошел весь проблемный комплекс, пообщался с представителями торговых объектов, выслушал жалобы предпринимателей. Останем без плиты. Но без плиты они не тянут. Вот сейчас еще можно, где-то с 11-18, а здесь у нас нет. Люди идут, поражаются, как мы сижу на этой шаре. Зимой линок сильно остывает. У нас самая малая температура зимой, там минус 30. А лето не менее плюс 40. Традиционные для кубанского лета высокие температуры приводят к порче товаров. Продукты лежат на витрине, а холодильные камеры не справляются с установившейся жарой. Речь зашла об увеличении рыночной площади. Для продавцов, которые выращивают товары на своих участках, уже выделили специальные места. По поручению главы Армавира в ближайшее время стеллажи для продажи помидоров, огурцов, зелени и других культур будут приведены в порядок и готовы для реализации товара новыми предпринимателями. Андрей Харченко напомнил, что с прошлого года самого термина «рынок» в законодательстве уже нет. На смену ему пришли торговые центры. Закон на рынках, что сегодня много рынков уже быть не может. Должны быть торговые центры. Рынки же с прошлого года не должны работать сегодня, а закон изменился. Поэтому этот комплекс надо приводить в состояние торгового центра. Подводя итог, городной начальник предложил предпринимателям выбрать активистов и встретиться с ними для разработки концепции дальнейшего, более качественного благоустройства торгового центра «Родина». Антон Прохоров, Артур Корджинян. Специально для телеканала РНТВ «Армавир». К другим темам. Решил проучить свою сожительницу и заявил в полицию. Армавирец приписал женщине кражу крупной суммы денег и драгоценностей. Но оказалось, что донос этот был ложным. Средства и ювелирные украшения из дома не пропадали. Подробности в следующем материале. В дежурную часть армавирской полиции позвонил немолодой житель города и сообщил, что из его дома пропала крупная сумма денег и драгоценности. Он даже ущерб подсчитал 45 тысяч рублей. Виновницей всех своих бед он назвал сожительницу, о чем мужчина и написал заявление. Но на деле все оказалось не так. В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции отдела МВД России по городу Армавиру было установлено, что на самом деле ни кражи денежных средств, ни ювелирных изделий не было. 20 тысяч рублей Армавирис одолжил своему знакомому. А якобы пропавшие драгоценности на самом деле из шкатулки никуда не исчезали. Как признался заявитель, так он хотел проучить свою сожительницу. Вот только теперь наказание понесет сам. В настоящее время сотрудниками полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении заявителя по статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации. Заведомо ложный донос. Наказание по этой статье Уголовного кодекса страны от штрафа, максимальный размер которого 120 тысяч рублей, до лишения свободы сроком до двух лет. Алена Безовчук, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Внимание у водителей! Руководство Армавирской дистанции пути сообщает, что 24 июля с 8 до 14 часов в связи с ремонтом железнодорожного полотна будет закрыто движение автотранспорта через переезд в поселке Кирпичном. Просьба планировать свои маршруты заранее. Продолжаем выпуск. Это не игровой клуб, а биржа. Чтобы добиться максимальной выгоды в азартном бизнесе, злоумышленников законы не останавливают. Они ищут лазейки в статьях и умело ими пользуются. В Армавире было закрыто три помещения с терминалами, но до результатов экспертизы утверждать, что деятельность их незаконна, нельзя. Подробности далее. Запрет на игровые автоматы в России вступил в силу еще в июле 2009 года. С тех пор все, кто привык зарабатывать на зависимых людях большие деньги, ищут лазейки в федеральном законе. Игорный бизнес ушел в подполье. 16 и 17 июля в Армавире правоохранители обнаружили три помещения, где находились компьютеры и два терминала. В комнатах были посетители. В настоящее время следственным отделом по городу Армавире Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю проводится проверка в порядке ст. 144-145 Уголовного процессуального кодекса и принимается решение о возбуждении либо об отказе возбуждения уголовного дела. В таких делах доказать, что игорная деятельность осуществлялась с использованием специального оборудования, непросто. Зачастую игровые автоматы предпринимателя маскируют под лот терминалы или вообще называют это биржей. То есть посетители не играют в азартные игры, а занимаются покупкой и продажей, например, ценных бумаг. Поэтому так важна экспертиза. В комплекс проводятся мероприятия и назначены компьютеротехнические экспертизы, вот после проведения которых будет уже принято окончательное решение. Максимальное наказание за организацию игорного бизнеса – 6 лет лишения свободы. Минимальная штраф до полумиллиона рублей. Алена Безовчук, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Другим новостям. Голубь мира в заботливых руках армавирцев. Ко дню рождения в городе откроют новую скульптурную композицию. Ее основание уже могут видеть жители и гости, которые заезжают в Армавир со стороны Новокубанского района. На улице Жукова идет благоустройство парковой зоны, рассказывает Ирина Рухлядко. Вот на шестом этаже, живу на шестом этаже, мой балкон как раз по углу идет. Любовь Акраян живет в доме по улице Маршала Жукова. Окна ее балкона как раз выходят на новый сквер и скульптуры, которая уже совсем скоро станет достопримечательностью района молодежного рынка. В начале строительства у жителей было много догадок на тему того, что же здесь собираются возводить. Сейчас все интриги развеяны. Вперед мы думали, что здесь будет бассейн, что это будет для деток отдельно, все, и поговаривали так. А потом уже все-таки мы выяснили, что это будет голубь мира, вот именно который необходим на перекрестке, въезжая в город, чтобы это было очень красиво и смотрелось, конечно. Действительно, эти руки будут держать голубя, только не двух, а одного. Его металлический каркас практически закончен. Работу над скульптурой ведет главный художник управления архитектуры администрации города Игорь Белевский. Он и автор идеи, и тот, кто ее воплощает в жизнь. Это первый его масштабный проект, где он выступает сразу в нескольких ролях. Для меня это важный момент, потому как осуществляется первая моя работа, такая большая, для города, на всеобщее обозрение. Поскольку восприятия у людей разные, каждому хочется угодить. И само направление, это символ мира, голубь мира, настраивает людей на доброжелание. И мы как бы встречаем приезжих в наш город символом мира голубям. Техника исполнения деталей скульптуры голубя мира разная. Руки – это основание и несущая конструкция. Металлический каркас будет заполнен бетоном. Что касается голубя, то здесь немного по-другому. Цементная смесь станет черновым слоем. После его обработают мраморной крошкой. В итоге общий вид скульптуры станет белым с возможными полутонами. Но это еще не все. В конструкции появится третий элемент, который заиграет разными цветами. И особенно ярко это будет видно ночью. С пополнением в Армавире появился на свет еще один малыш. Его родители – беженцы с Украины. Поздравляла молодых родителей и наша съемочная группа. Он должен был родиться в Луганске. Новый житель Армавира – Кирилл Гречишкин. Вес чуть больше трех килограммов, рост 52 сантиметра. Его родители уехали с Украины, когда Екатерина была на девятом месяце беременности. Рожать в разгромленном городе сейчас попросту негде. Он появился на свет 19 июля в 6 утра. Это непередаваемо, как свадьба. Просто эмоции переполняют. Всем спасибо, пришли, поддержали. Для нас это такое событие. Просто не знаю, как даже это передать словами. Встречать новорожденного пришли друзья и родственники Гречишкиных. Кристина тоже беженка. С Екатериной дружит уже более 10 лет. За подругу переживала и появление малыша очень ждала. Ребенок у нас выношен в тяжелое время. И как бы боялись. И радостный для нас день, ничего не могу сказать. Безумно радостный. И спасибо докторам, спасибо городу, Армавиру. Как бы нас приняли. Не осталось в стороне и фирма ВИТО. В подарок пеленальный столик для малыша. А где мне тебя нужно? Пеленальный столик. Екатерину поддерживают активисты движения в защиту детства. Она попала под их опеку сразу же, как приехала в Армавир. Хочу пожелать мирного неба над головой, чтобы никогда в его жизни не случилось то, что случилось с его родителями. Тем временем на Халтуре на 77 предложается сбор гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской областей и соседнего государства. Большую благодарность здесь выражают всем, кто не остался равнодушным. Особенно отзывчиво старшее поколение. Отдельно хочу поблагодарить председателя профсоюза ОАО 81 БТРЗ Виктора Григорьевича за то, что он нам оказывает помощь. И все беженцы очень благодарны за то, что их не оставляют без внимания. В Армавире немало людей, которые готовы помогать тем, кто был вынужден оставить все в своих родных городах и начинает теперь новую жизнь на российской земле. Алена Безовчук, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Это был заключительный сюжет и теперь метеопрогноз. Я передаю слово Марине Локтевой. Она уже в студии, готова рассказать о погоде на четверг. Здравствуйте. По прогнозам синоптиков, четверг будет ясно и солнечно. Ночью столбик термометра покажет 23, днем поднимется аж до 33 градусов. Подует восточный ветер силой до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 738 мм ртутного столба. 24 июля чествует святую княгиню Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру. А 240 лет назад в этот день в бою с турками Михаил Кутузов получил тяжелое ранение и лишился глаза. Также 24 июля 1790 года во Франции впервые в истории было документально зафиксировано падение метеорита на Землю. Именины в этот день отмечают Аркадий, Елена и, конечно же, Ольга. Поздравляйте всех своих знакомых. На этом о погоде и памятных датах у меня все. Я желаю вам удачи в делах и хорошего настроения. Марина. Информация о синоптиках завершила выпуск. С новостями вы можете также познакомиться на сайте ravita.info, на авторадио «Армавир» и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова